ЗАБИНФО.РУ Первый информационный сайт Забайкальского края Премьера новогоднего спектакля «Волшебная книга сказок» прошла в Забайкальском краевом драматическом театре. В этом году авторы представления, заслуженные деятели искусств Светлана Алферова и Наталья Нижегородцева, сделали упор на традиционных русских персонажей. Оважаемый Татарфей Иванович, а вы не подскажете, кто живет в этой избушке? Конечно, подскажу. С превеликим удовольствием. Мы хотели вернуть старых русских персонажей, классических, потому что идет засилие другой культуры, мы все-таки за свое. У нас прекрасные сказки, прекрасная культура, прекрасная история, поэтому мы хотели показать, напомнить всем, какие у нас прекрасные персонажи есть. Главные герои – простые городские дети Таня и Андрей, которые не послушали бабушку и открыли волшебную книгу, и она их перенесла в настоящую новогоднюю сказку. Ребят встретили положительные персонажи Коты Баба-Яга. Именно они помогли детям в борьбе со злом, в воплощении карелия в льда. При помощи вьюги и ледяного декабря она хотела навсегда оставить зиму и отменить Новый год. Но Тане и Андрею постоянно помогали и Дедушка Мороз, и Кощей Бессмертный, и Змей Горыныч. Мне понравилось, как Дед Мороз спас Снегурочку и Сусликов, и Машу, чтобы победить зло. В итоге в сказке вновь победило добро. Снегурочка была спасена, королева льда растаяла и Новый год вернулся. Наши двери всегда для всех открыты, поэтому мы поздравляем всех с Новым годом, желаем им счастья, здоровья, денег, любви и всего-всего самого наилучшего. А детям вырасти хорошими и не болеть. После завершения спектакля для детей была организована новогодняя елка. Ребята смеялись, веселились и встречали Новый год. И даже гриб не омрачил их настроение. Анастасия Дрюмова, Анна Хвостова. Специально для Забонфору.